Здравствуйте, друзья! Сегодня воскресный вечер, погода пасмурная, дождливая. Та самая погода, когда хочется дома посмотреть кино. И по этому поводу я хочу вам порекомендовать к просмотру новый мини-сериал, называется он Чернобыль. По названию понятно, что этот мини-сериал посвящен аварии, которая произошла в Чернобыле в 1986 году. Об этом сериале я начал читать, узнавать и слышать месяц назад. И неделю назад я его посмотрел. Сериал мне лично очень понравился, поэтому я и решил снять это видео с рекомендацией, чтобы его посмотреть. Читал потом отзывы про этот сериал, что пишут люди. Но 80% людей к этому сериалу отнеслись с хорошими эмоциями, с положительными оценками. Сериал сняли американцы с британцами. В роли страны американцев был телеканал HBO. Он известен всем по тоже легендарному сериалу Игры Престолов. И вот этот вот сериал Чернобыль, он состоит из пяти серий. В принципе, я его просмотрел на одном дыхании. Что меня поразило, и я потом, когда начал читать в Википедии мнение про этот сериал, то, что американцы максимально приближенно, максимально хорошо передали то советское время. И сериал весь этот снимался, абсолютно весь, на территории Литвы. Это в городах Вильнюс, Висагинес и Каунос. И еще были затронуты какие-то там деревушки, я не помню их название. В Висагинес, понятно, там находится Ингалинская АЭС, бывшая, да, и на территории этой АЭС снимали весь этот фильм. Не весь этот фильм, а все кадры связаны с станцией. Американцы молодцы, я тоже ожидал, что там будут какие-то смешные кадры с ушанками, там с медведями, да, как обычно они снимают про русских. Нет, на 80% вообще все супер, как я лично заметил. Единственное, что мне не понравилось, там были такие, особенно в первой серии, такие смешные моменты, когда фильм про советскую жизнь, да, а стиль общения немного американский такой, есть в некоторых местах. Посмотрите, кто посмотрит, поймет, о чем я. Потом, когда шахтеры там разговаривали с министром, тоже так немножко передается американский стиль общения. Но поразило, откуда они взяли столько советской техники, там, пазики, которые не совсем убиты, да, в это время, где они все это нашли. Возможно, территория Литвы. Но, я думаю, литовцам вообще будет приятно посмотреть этот сериал. Вот, сегодня прям возьмите, найдите, он уже, я внизу оставлю ссылку, где можно его посмотреть. И там снялись, кстати, ну, в таких моментах, да, небольших, один актер с Паневеджеса, другой, по-моему, с Каунуса и с Вильнюса. Там или два, или три человека снялись, литовцы, которые снялись в таких, как сказать, массовках или моментах, да, небольших. Это очень приятно. И приятно то, что в данный момент вот эти места, да, тоже я читал об этом, то, что район, где снимали, район, один из районов Вильнюса, где снимали этот сериал, да, хотели сносить и что-то там переустраивать. А в данный момент он сейчас пользуется иностранцами популярности, туда люди ходят на экскурсию, как достопримечательность бывшего Советского Союза, как и жили раньше. Мне будет очень интересно почитать ваши комменты об этом фильме, да, об этом сериале, вот, под моим видео. И посмотрите, посмотрите, будет интересно почитать, подискутируем. Возможно, кто-то вот из литовцев, да, и не только из литовцев, из людей, которые сами реально там участвовали, были, или, может быть, родственники, близкие. И будет интересно, конечно, почитать от вас какие-то мини-истории, как все это было и как это происходило. Я скину ссылку на этот сериал, скину ссылку в Википедии об этом сериале. Это будет потом интересно вам посмотреть, почитать, то есть мнение экспертов. Вы сначала посмотрите сериал и после этого почитаете, что там правда в этом сериале.